Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня мы хотим предложить вам очень интересную и крайне нужную тему. Каждый из нас, кто воспитывает детей, естественно, хочет, чтобы в жизни наших деток было как можно больше добра и блага, чтобы они выросли хорошими людьми, состоялись в этой жизни в профессиональном смысле, чтобы были здоровы душой и телом. И многие люди, кто уже пришли к вере, сегодня мы будем говорить больше о христианах, но вообще-то это касается любых верующих людей, естественно, хотят, чтобы их дети были кроме телесного здоровья также здоровы и духовно, то есть чтобы они знали Бога и были верующими или, как мы иногда называем, религиозными людьми. И вот тут-то и кроется самая огромная опасность. Дело в том, что религия, по мнению одного уважаемого, известного очень богослова Иоанна Романидиса, о котором мы немножко сегодня тоже расскажем, религия является болезнью. И это действительно так. Почему? Не удивляйтесь, послушайте этот выпуск до конца, и вы поймете, как избежать самой страшной ошибки, как и самим стать духовно здоровыми людьми и детей вырастить по-настоящему верующими, духовно здоровыми людьми. Греческий богослов, или скорее греко-американский богослов, отец Иоаннис Романидис, в чем его значение? В том, что он жил в наши дни, то есть 50-е, 60-е, 70-е годы нашего 20 века. И он пытался понять, как можно вернуться к отцам, к святым отцам, к времен апостолов, к учению первых вселенских соборов, к учению святых отцов, к учению Нового Завета и Ветхого Завета в наши дни. И в чем отличается наше откровение от еретических форм? И в этом смысле он, конечно, уникален. Естественно, он вдохновлялся также от таких знаменитых русских зарубежных богословов, как Георгий Флоровский, который он его лично знал. На Руси он не так известен, Иоаннис Романидис, но среди греческих богословов второй половины 20 века, конечно, все его знают и не зря. Ну, конечно, как бы просто в двух словах, как бы вот пытаться суммировать все его учения будет очень трудно. Он о многих писал и о характер римской православии. Он это не называл греческой православия, а именно римской. Кстати, его фамилия Романидис означает «сын римлянан», то есть как бы грекоязычный православный, всегда называли себя румеями до основания современного государства Греции. Это тоже очень важный момент. И в чем отличается вот это вот православие, римское, грекоязычное православие? В чем это отличается от католицизма, от протестантизма, от разных отклонений, которые даже существуют в самом православии? Об этом писал отец Иоаннис Романидис. И он сказал, что Христос пришел именно для того, чтобы исцелить болезнь. И какой болезнь? Он считал, что главная болезнь человечества – это религия. Да, это не говорил Карл Маркс, а очень глубоко верующий проте-бресвитер Иоаннис Романидис, который считал, что религия не то, что опиум, это просто патологическая или даже психопатологическая болезнь, отклонение, которое выражается и в разных личностях, и также коллективное безумие, которое движется официальной религии, которое интерпретирует откровения неправильно или в еретическом ключе. Какой вред вот такой вот тип религиозности несет? Само слово религия происходит от латинского слова religio или religio, что означает связывать. То есть религия – это система запретов и разрешений, которая очень строго ограничивает жизнь человека, направляет ее в определенное русло. И вот давайте вспомним, что мы говорим детям, когда мы их начинаем обучать вере. Первое, что мы, как правило, говорим – это в храме. Вот, иди, приложись к иконочке, поцелуй ручку у Богородицы, поставь свечку. Мы можем говорить вечером, помолись Богу, боженьке, то, что я очень не люблю, наш Господь – это не какой-то божок, которого можно так называть боженька, но есть такая русская форма. Или помолись Господу перед сном, чтобы были хорошие сны. То есть мы сразу даем ребенку, закладываем понятие, что есть некая высшая сила, да, добрая, хорошая сила, поддержкой которой нужно заручиться. Для этого нужно все правильно делать, правильно выполнять. Когда ребенок растет, он понимает, что уже нужно соблюдать посты, нужно причащаться, нужно говорить батюшке на исповеди свои грехи. И зачем? Для того, чтобы эта добрая сила всегда тебя охраняла, оберегала и абсолютно во всем тебе помогала. И в этой жизни, и в Царстве Небесном. Соответственно, растим из наших детей, маленьких, язычников. Многие находятся под впечатлением, что православие – это одна из многих религий, и что она в основном озабочена подготовлением членов церкви к жизни после смерти, то есть обеспечивает место в раю для каждого православного христианина. Таким образом, они признают, что православное вероучение дает человеку дополнительную гарантию на том основании, что это православие, и что если кто-то не исповедует православие, то имеет дополнительную причину попасть в ад, то есть в дополнение к тому, что его личные грехи приведут его туда. Любой православный христианин, который верит, что это и есть православие, отождествляет православие исключительно с жизнью будущей. Такие люди особо ничего не делают в этой жизни, а скорее ожидают смерти, чтобы попасть в рай, поскольку в их земной жизни они были православными христианами. Другая часть православных активна в делах церкви и интересуются больше не будущей жизнью, а нынешней. Другими словами, их интересует, как православие поможет им хорошо прожить эту земную жизнь. Такие православные христиане молятся Богу, просят у священников помолиться, осветить воду, совершать молебны, помазывать их маслом и так далее, чтобы Бог помог им иметь приятную жизнь, не болеть, чтобы Бог позаботился об их детях, послал им хороший брак, работу и помог в бизнесе. Как мы видим, такие христиане не сильно отличаются от верующих в других религиях, делающих точно то же самое. Протеерей Иоанн Романидис. Да, в каком-то смысле все религиозные люди, они как дети. Только дети не в том смысле, который имел в виду Христос в Евангелии, чтобы войти в Царство Небесное, надо быть как дети. А я бы сказал, просто вот в каком-то инфантилизм. И иногда сознательный инфантилизм. То есть попытка снять с себя ответственность, человеческая ответственность, которая все-таки у нас Богом тоже заложена, чтобы мы делали свой выбор. Вместо этого человек идет вот в такую, берет на себя роль незащищенного младенца, который сам не знает, что делать, и ожидает, чтобы какой-то лидер или гуру ему сказал, делай это, не делай это, делай это, тебе будет удача, тебе будет дом, тебе будет машина, у тебя будет жена, или у тебя будут дети, или у тебя будет там удача. Мазаль. Мазаль это на иврит, означает удача. То есть это есть, естественно, во всех религиях. В этом смысле Карл Маркс прав. Это некий опиум, это некий наркотик, который существует, естественно, не только у христиан. То есть суеверие есть везде. И у буддистов, и у мусульман, и у других. Не все обязательно знают вся глубина, как бы даже своей собственной религии. То есть человек чувствует себя незащищен. Почему? Ну, потому что экономика, нестабильности, войны бывают, не те же. И очень удобно идти в такой, как бы вот именно брать на себя роль младенца, инфантильного и иногда даже довольно психопатного. Потому что если что-то идет не то, идет тогда какая-то некая агрессивная реакция. И вот такой вопрос. Почему религиозные люди иногда такие злые? Почему они не умеют прощать? Почему они сразу готовы карать, наказать тех, которые идут неправильным путем? Не является ли это действительно психопатология? Не является ли это безумие? Не является это по-настоящему стыдно для истинно верующих людей, что, как правило, приличные люди – это те люди, которые очень далеки от религии, от синагоги, от всего. Я как израилетянин говорю, например, самые приличные люди в Израиле – это как раз те люди, которые абсолютно светские. Которые не позиционируют себя как религиозные иудеи, которые просто как бы живут по совести. Они замечательные люди. А те, которые религиозные, чаще всего, опять, есть исключения, но чаще всего – это люди просто абсолютно обезумевшие. Часто это даже криминалы, которые готовы на любое убийство, на любые продажи наркотики, но они наденут вот такую кипу, и все, у них грехи все смываются и прощаются. О том, что сейчас, например, творится тоже в России, мы уже говорили, да, когда даже патриарх благословляет людей совершить любые убийства, и вот если они дают свою присягу и выполняют свой военный долг, все у них грехи смываются и прощаются. То есть то, о чем говорил Иоаннис Романидис, он считал, что такие мнения, они абсолютно еретические и не имеют к настоящее римское православие никакого отношения вообще. Патриархи и пророки Ветхого Завета, апостолы и пророки Нового Завета, равно как и их преемники, в совершенстве осознают болезнь религии и врача, лечащего ее, то есть Господь, Яхве, Славы, Он – врач наших душ и тел. Он излечил эту болезнь в своих друзьях и верных еще до своего воплощения и продолжает, как Бога-человек, исцелять ее. Рассматриваемая болезнь состоит в коротком замыкании между духом в сердце человека, то есть по отцам его ноэтической или умной энергии и его мозгом. В своем нормальном состоянии умная энергия движется циклически, как заводная рукоятка, запускающая молитву в сердце. В своем болезненном состоянии умная энергия не вращается циклически. Вместо этого, развернутая и укоренившаяся в сердце, она застревает в мозгу и вызывает короткое замыкание между мозгом и сердцем. Таким образом, понятие мозга, происходящее из окружающей среды, становится понятиями умственной энергии, всегда укорененной в сердце. Таким образом, страдающий становится рабом своего окружения. Таким образом, он путает определенные понятия, исходящие из его окружения, со своим богом или богами. По мнению древних святых отцов церкви, сама по себе агрессивность или способность человеческой души к ненависти и гневу является заложенным богом добром. В человеке все добро. В человеке нет ничего, что заложено в него богом, чтобы было склонно ко злу или задумано, как какое-то злое начало. Соответственно, любые движения нашей души и способность эти движения души осуществлять и испытывать были заложены богом для блага. Так способность ненавидеть или гневаться, или раздражаться сильно заложена была в нас для того, чтобы человек боролся с дьяволом внутри себя, чтобы человек отторгал то, что предлагает дьявол, чтобы человек боролся иными словами со своими грехами. Но для того, чтобы об этом рассуждать или тем более говорить с детьми об этом, нужно для начала вообще обозначить, а в чем, собственно, суть жизни христианина. Для того, чтобы это понять, нужно обратиться к Ветхому Завету и вспомнить о том, как Бог создал человека, и поразмышлять о том, для чего и кем Бог человека создал. В книге «Бытия» есть два ключевых слова. Бог создал человека по своему образу и подобию. Образ – это как бы, если просто объяснить, это те способности, которые заложены в человеческом существе. А вот подобие – это то, к чему человек должен стремиться. Человек должен стать богом по благодати, то есть должен стать подобным богу. В чем? Первое, что подумает ребенок, наверное, «А, в том, что я тоже смогу летать, перемещаться в пространстве, творить чудеса, вершить судьбу людей?» Нет. Прежде всего, Бог наш, создатель, творец наш, как мы, христиане, верим в троице единый – это Бог-любовь. И первое и главное подобие человека Богу заключается, конечно же, в любви. Великая цель, которая описана в Библии, великая человеческая цель – это употребление Богу. Это действительно приобщаться к Его славе. Все правила, которые мы встречаем в Ветхом Завете, все эти законы, которые Моисей дал народу Израилю, они не сами по себе. Они, конечно, даже в каком-то смысле, они ценности вообще никакой не имеют. Главная цель – это узреть, то есть увидеть славу Господнюю. А человек, который нечистый, не может Бога увидеть вообще. Конечно, никто не может видеть Бога в его сущность, но человек может использовать слово «видеть», глагол «видеть», но имеется в виду присоединяться или вернуться к райское состояние и даже преодолеть райское состояние, став тоже Богом полноценным. В этом смысле цель человеческая, как она описана в Ветхом Завете, это увидеть то, что называется на иврит «кавод». «Кавод» переводится как «слава», «докса» по-гречески, «слава» по-русски, по-славянски, и также «глория» по-латыни. То есть вот это присутствие Божие среди творения. И вот человек, любой человек, даже самый гречен, имеет вот этот потенциал. Уже в период Нового Завета, в период Святых Отцов, вот для этого приобщения с Богом использовали технический термин, который называется «theosis», то есть «обожение». Звучит вроде бы очень языческое, и термин, как и весь критический аппарат, в принципе, греческой православной церкви, он взят от греческой, нехристианской философии. Однако этот термин используют в его библейское значение, то есть приобщение к славу Божией называется «theosis», «обожение». Обожение не происходит, потому что человек какие-то правила совершает, а потому что он проходит через процесс, где он кается, очищается от своих грехов, просвещается через приобщение к другим святым людям или через другие образы, которые даны нам через Библию, через церковь, да, и дальше уже соединяется, то есть получается союз, полный союз с Богом, обожением. Вот это наша цель, в принципе, да, и у вас, и у нас, и у меня, и у наших детей. Это наша цель. А не цель как бы угодить какому-то правителю или соответствовать какими-то понятиями, которые были 100 лет назад, или 50 лет назад, или даже 500 лет назад, а достичь вот этого вот райского состояния, то, что Бог хотел нам на самом деле давать. И как это далеко, безумно далеко от сжигания еретиков, сжигания ведом на костре, священных войн, крестовых походов, войны за Отечество или не знаю чего. Очень далеко от этого. Очень часто религиозные люди оправдывают свою жестокость и агрессивность тем, что они борются со злом. Для того, чтобы вести борьбу со злом, нужно очень чётко понимать, что такое зло. В принципе, если спросить любого верующего человека, что такое зло, он, скорее всего, ответит очень просто. Ну, зло – это грехи, это страсти, это нарушение заповедей, данных Богом. И нельзя сказать, чтобы это был неправильный ответ, но он недостаточно глубокий и, соответственно, опять же, уводит нас от веры в религиозность. На самом деле, зло – это искажение добра. Бог не создал зло, как отдельную ипостась, с которой можно бороться, и при том даже, как некоторые считают религиозные люди, чисто внешними методами, вот именно сжигая на кострах, истребляя еретиков или грешников, для того, чтобы грех, как зараза, не распространялся дальше, если бы всё было так просто. На самом деле, зло само по себе – это добро в искажённом виде. То есть, Бог не создавал зла. То есть, говоря философским термином, зло не является вещью самой в себе. Зло – это искажение добра, иными словами, болезнь. Что произошло в раю? Адам был создан абсолютно благим, и его жена Ева, естественно, тоже. Но Адам находился в младенческом состоянии. Как говорит Максим Исповедник, Адам был ещё очень маленьким. И, соответственно, для того, чтобы выполнить цель, ради которой Бог его создал, то есть уподобиться Богу, ему нужно было пройти испытание, искушение, выстоять в нём, укрепить свою волю, добрую волю, по которой он хотел быть с Богом. Ведь вдумайтесь, любое насильное добро превращается в зло. Человек не может насильно кого-то любить, или насильно под каким-то страхом смертной казни всегда выбирать добро. Это уже не будет настоящим абсолютным добром, не будет настоящей абсолютной любовью, это будет насилием и тиранством. И вот потому Бог попускает этому искушению, когда дьявол-змей предлагает плод от древа познания добра и зла Еве, чтобы проверить её добрую волю. И что происходит? Из-за неправильного выбора происходит искажение. Иными словами, человеческая природа тяжело заболевает. Но заболевает не смертельно, не безнадёжно. И пришествие в мир Господа Иисуса Христа носило главной целью как раз исцеление человеческой природы. Христос – самый великий терапевт, единственный, который мог эту природу человеческую исцелить. И это и была роль всех пророков Ветхого Завета. Это и в принципе то, что совершил сам Иисус Христос. Это то, что делали апостоли. И первые христианские епископы, они не были похожи на жрецов. Жрец, у него профессия ритуальная, то есть совершит определенные обряды, ритуалы для народа, для селения, для населения, для царей, для разных людей. То есть бывают разные функционеры. Бывают мелкие жрецы, бывают великие жрецы, которые совершают ритуалы для элиты и так далее. А первые христиане, они не были жрецами, они были более похожи даже действительно на врачей. Кстати, синоним на слово иерей или священник, священник – это то, что делает святое дело. Синоним в древних христианских рукописах – это иногда по-гречески «терапевт», то есть «терапевт». Терапевт – человек, который приходит именно лечить людей от их неправильное, неврозное, сумасшедшее состояние. И вот Йоаннис Романидис на основе опять это, не что он выдумывал, вот это, он пытался просто применить древние святоотеческие понятия и практики, использовать современные термины, чтобы они были понятны для людей двадцатого века. Он считал, что отклонение, которое порождает религиозность, происходит от некой короткой замыкания в человеческой личности. Согласно святым отцам, человеческая личность состоит из ум и сердца. То есть, когда я говорю ум, имеется в виду не только мозг, а имеется в виду именно вот это качество жить духовно, духовно мыслить. То есть, по-гречески это называется нус. Также иногда даже по-русски называют это ноэтическое мышление или ноэтическая молитва. От слова ноэсис, да, по-гречески. Нус и кардия, это сердце. Сердце это то, на чем держится физическая жизнь человека, кровообращение и так далее. И он считал, что в человеческой личности, когда бывает разрыв между умом и сердцем, когда ум идет одним путем, сердце идет другим путем, получается некое короткое замекание и тогда все идет не так. То есть, оттуда появляются разные лжи, учения, ереси и отклонения. И, увы, он считал, что эти отклонения бывают не только у других отвлетевлений христианских, которые он базирует это на свои довольно интересные исторические доводы, но это уже тема для отдельной беседы. Он это базирует на то, что даже в самом православии, как он говорит, очень много приняли вот эти еретические формы. И в греческое православие, и в русское православие, и в румынское, и в украинское, и во всех остальных формах. вместо того, чтобы ученики апостолов или наследники апостолов, то есть епископат, священство, диаконство и сами прихожане, вместо того, чтобы они состоялись из некой такой иерархии, которая друг другу просто руководит как бы к этому путь обожжения, вместо этого получается коллективное распространение лжеучения и ереси. То есть в эти времена мы с вами и живем сейчас. Ну и возникает естественный вопрос, так что же делать? Прежде всего попытаться разбудить тот самый нус, то есть ту разумную часть нашей души, которая сотворена Богом для того, чтобы видеть вещи духовно. Главный симптом болезни человечества, начиная с грехопадения и до нынешних времен заключается в том, что закрыты духовные глаза, человек перестал видеть мир духовно. И так пытаться видеть мир духовными глазами, отличать свои низкие потребности от тех сил, которыми руководят, потому что силы, движения нашей души, еще раз, способность страстно желать чего-то, способность действовать, способность даже гневаться и ненавидеть заложена Богом для того, чтобы мы больше всего на свете желали его и соединения с ним, чтобы мы ненавидели грех внутри себя и боролись с ним, чтобы мы имели активность действовать, активно, действенно любить наших ближних. И вот вспоминать об этом и не давать себе употреблять эти замечательные качества для низких, иногда просто совсем примитивных, первобытных наших желаний и стремлений. Второе, наверное, как можно больше читать священное писание, Ветхий и Новый Завет и пытаться проникнуть не в букву, а в дух закона. Даже у юристов есть такое понятие буква закона и дух закона. И таким образом стараться не принадлежать к религии как верный болельщик любимой футбольной команды, а стараться использовать те методы, которые нам дает религия, как то посты, поклоны, молитвенные правила и так далее, использовать вот для этой цели обожжение, то есть чтобы становиться новым человеком, действительно сыновьями и дочерями божьими. И чтобы в сердце нашем действительно рождалось как маленькая может быть искорка сперва, потом разгоралась целое пламя любовь, любовь, потому что Бог наш есть Бог, любовь. И вот этому нужно учить детей, прежде чем учить их креститься, стоять красиво в храме, ставить свечечки, прикладываться к иконочкам, потому что иначе мы рискуем заразить их своей религиозной болезнью и увы, потом такие дети иногда уходят из храма по той простой причине, что они видят в этом недостаточность, если даже не просто фальшь. самое главное, что сейчас все доступно, да, вот в любой библиотеке, в любой поиск в интернете можно читать и труды святых отцов, и вот для русскоязычных в этом сайте азбука.ру как бы можно найти и Диане Вселенских Соборов, и труды, даже Иоаннис Романидеса переведены на русский язык, и все доступно. Но даже если у человека, допустим, нет времени этим заниматься, да, даже если, допустим, вот у него нет интеллектуальных способностей для этого, но любой человек же имеет рассудок, любой человек имеет представление о добре и о зле, любой человек может иногда отключиться, выключить все каналы, так же, как в телевидении или в компьютере отключаешься, так же отключается, отключится от помыслы, и часто религиозные идеи это и есть помыслы, то есть мысли, которые приходят к нам и искушают нас. Человек отключает один канал, другой канал, третий канал, четвертый, пятый, шестой, и остается только один канал, и для этого образованным человеком не надо быть. Канал связ с Богом. И тогда человек может сам увидеть через то, что заложено у него Богом, свой нус, свой истинный ум и сердце, он тогда действительно поймет, где добро и где зло. Действительно, желание узнать живого, настоящего Бога, а не поклоняться придуманному или тобою самим, или навязанному тебе какому-то идолу, не может остаться незамеченным у Бога. И, конечно же, Бог и вразумит, и поможет в таком желании встретить и узнать живого Бога и стать ему подобным. Для детей все это можно объяснить очень просто. Ты хочешь быть другом Христа, того Христа, о котором мы с тобой читали в Евангелии. И вот с этого желания быть его другом может начаться этот сложный взрослый процесс, о котором мы говорили с вами сегодня. Я вас сердечно всех благодарю за внимание и думаю, что Рафаэл тоже. У нас уже стало немножко холодно, пора надевать кофточки. Погода в Ирландии меняется очень-очень быстро. Мы надеемся на скорую новую встречу с вами и прощаемся. До свидания.